Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Садитесь. Вот так, уверенной походкой и без дрожи в голосе, в день самоуправления зашла в класс Дарья Доценко, временно исполняющая обязанности учителя русского языка и литературы. Стоит отметить, что к подготовке урока девушка со своим педагогом подошла ответственно. Как следствие, такой подход помог ей почувствовать себя не только учителем, но и провести настоящий урок, на котором школьники младших классов смогли получить качественные знания, а Дарья – бесценный опыт. После проведения урока литературы и русского языка я для себя решила, что профессия педагог действительно сложная, с таким количеством детей сложно справиться. В каких-то моментах они тебя не слушают или, может быть, витают в облаках. Но в любом случае главной целью нужно ставить то, что информация должна донестись до детей правильно. И думаю, с этого дня я буду правильнее относиться к учителям, буду их больше уважать, потому что это действительно сложная профессия. Если кому-то роль учителя давалась легко и они чувствовали себя уверенно, то у других поначалу возникало какое-то волнение. Ведь нужно поставить себя так, чтобы ученики тебя слушались, не срывали урок. При успешном сочетании всего этого можно было вести хороший диалог, а залогом успеха для учеников были хорошие оценки. Профессия педагог очень сложна. Нужно дать знания детям, которые еще не очень усидчивы, не очень внимательны, тем более восьмой класс, они гиперактивны. Ну и нужно каким-то образом привлечь их внимание. На своем уроке мы совмещаем игры и как раз-таки школьную программу. Мы проведем викторину. Те дети, которые действительно участвуют, получат свои заслуженные отметки. И мы надеемся, что им очень понравится как раз-таки вот этот тип урока, когда они могут и поиграть, и пообщаться с учителем, и в общем-то поработать в группах, и чтобы они поняли, насколько это важно, и что учитель действительно старается для них. Несмотря на сложность профессии, каждый из ребят с уверенностью справлялся с поставленной им задачей. А некоторым быть учителем было откровенно к лицу. Кто знает, может подобные мероприятия помогут многим ребятам определиться с их профессией и, возможно, связать свою жизнь педагогической деятельностью. Хочется верить, что после данного мероприятия часть детей, наших выпускников, все-таки решает, что надо поступать в наши педагогические вузы нашей страны. И мы, опять же, увидим их среди наших коллег. У нас есть ученики в школе, которые не определились со своей профессией. И я думаю, для них будет вот это хорошим опытом, вот понять, хорошо они контактируют с детьми, в принципе. Могут ли они, есть ли у них какие-то лидерские качества, могут ли они командовать. Я думаю, это хороший для них опыт будет, чтобы помочь определиться с профессией. У меня вариантов, конечно, немного. Вот я спорт люблю. И один из вариантов – это тренер по футболу. А второй вариант – я хорош в математике, и мама предлагает попробовать в сфере учителя математики. Вот я пока еще не определился, но вот пока такие варианты только есть. Юные учителя вовсю трудятся. Но и новая администрация школы тоже работает, не покладая рук. Директор школы и его помощники в лице новоиспеченных завучей стараются решать все возникшие проблемы быстро и эффективно. Ведь именно они сохраняют порядок в родной школе, на уроках и на переменах. А потому во главе школы должен стоять ответственный, трудолюбивый и, конечно же, добрый директор. Я занимаю должность директора, потому что в мае у нас в школе проводились выборы, и я занял должность президента школьной республики, и поэтому я теперь на день самоправления директора. В работе директора я уже смог ощутить некоторые сложности. То есть я занимаюсь организацией всех мероприятий. У нас проводятся советы в школе, там, где мы решаем школьные вопросы и дальнейшую школьную жизнь. В роли директора ты ощущаешь на себе какую-то ответственность, то, что ты отвечаешь за все. К тебе подходят ученики, они что-то у тебя узнают, ты им отвечаешь. Также подходят коллеги, которые тоже по каким-то вопросам. Ну и я им помогаю во всем. Нашему Данилу Сергеевичу сегодня, конечно, выпала большая честь, как и президенту школьной республики возглавить учреждение образования. И, конечно, он не мог предвидеть, что столько вопросов, на него свалится все и сразу. Но я думаю, что у него все получится, и, конечно же, я буду рядом для того, чтобы ему помочь, ну и, конечно же, подсказать. Большинство детей с помощью наших же педагогов все получилось. И я просто верю, что эта традиция станет традицией из года в год.